Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Сегодня в этом видео я буду говорить о том, почему неэффективна когнитивно-поединенческая психотерапия, почему вы совершаете определенные ошибки, которые не позволяют вам достичь тех или иных терапевтических результатов. Говорить я сегодня буду о типичных ошибках, которые вы допускаете, независимо от того, занимаетесь листерапевтом, например, вы занимаетесь со мной на моем тренинге или вы занимаетесь самостоятельно. Я выписал для себя основные тезисы, основные ошибки, которые вы допускаете. Хочу их сегодня разобрать. И начнем мы с первой типичной проблемы. Это с уровня тревоги и фиксации на ваших симптомах. О чем я говорю? Все вы, когда сталкиваетесь с тревожно-фобическими расстройствами, зациклены на том, как вы себя чувствуете. Вы зациклены на дыхании, вы зациклены на тахикардии, вы зациклены на том, что у вас есть какая-то болезнь, которая вызывает какие-то симптомы, иногда приступообразного характера, то, что вы называете панической атакой. Иногда вы называете это кризисом или кроет или не кроет. И вы максимально сконцентрированы на своем самочувствии. И каждый день боретесь за свою фактическую жизнь, как вам кажется. Вот здесь я хочу, чтобы вы понимали. Ребята, которые у меня прошли обучение, уже об этом знают. И ошибки для вас буду чуть позже. Смотрите до конца. Но сначала для новичков. Да и на самом деле не всегда для новичков. Потому что часто ребята, которые как бы прошли уже занятия, они как бы все понимают, но им чего-то не хватает. Так вот смотрите. Когда вы верите в то, что вы можете умереть, например, от панической атаки. Когда вы верите, что у вас может возникнуть какой-то приступ. Когда вы верите, что у вас есть какие-то болезни сосудов, или что у вас сердце не выдержит от паники, или у вас еще что-то. Вы очень сильно переполнены тревожностью. И все ваше внимание сконцентрировано на самочувствии. Вы просыпаетесь и с утра начинаете изучать свой пульс, свое давление. Как вы себя чувствуете, смотрите на погоду, атмосферное давление. Пытаетесь каждый день фиксировать свое самочувствие. Не ухудшилось ли оно, не стало ли вам хуже. И когда вы начинаете параллельно заниматься, например, когнитинопоеденческой терапией, которая подразумевает работу с эмоциональным состоянием в повседневных буднях, в повседневных историях, которые вызывают у вас ту первичное эмоциональное реагирование, если вы понимаете, о чем я говорю, вы не можете фиксироваться на ситуациях, которые вызывают у вас гнев, обиду, стыд, вину, тревогу, по объективным обстоятельствам. Вы максимально сконцентрированы на своем теле, на своем самочувствии. И у вас в голове возникает такой парадокс. Вы говорите, зачем мне прорабатывать эмоциональное состояние моей повседневности, когда у меня вот тут проблема с организмом, и вы максимально в этом сконцентрированы. Здесь проблема как раз в том, что вы верите в то, что у вас есть проблема с организмом, и создаете тревогу по этому поводу. И вы как бы как избушка на курьих ножках. То есть, первая ошибка заключается в том, что вы носом поворачиваетесь к своему самочувствию, вы носом поворачиваетесь к своим экстрасистолам, к своему дыханию, к своей тахикардии. И даже если терапевт вам говорит, что это не столь важно, что это не имеет никакого смысла, и надо прорабатывать другие эмоциональные обреакции, вы говорите, нет, это не так у меня вот тут проблем. А даже если вы говорите, что нет, все-таки надо прорабатывать, все равно вы начнете, так, а я не умру, а я точно не умру. То есть, первая ошибка – это то, что высокий уровень верования в то, что вы можете умереть от какого-то приступа панической атаки, или вы можете потерять контроль, или еще что-то. Вот это верование не дает вам заниматься на первых этапах когнитивно-поведенческой психотерапии. Поэтому здесь необходимо работать над теми аргументами, и теми тезисами, и теми когнитивно-поведенческими проверками, доказательствами, чтобы убедить, и проверить, и доказать себе фактическими поведенческими инструментариями то, что не опасно то, что вы считаете смертельным и так далее. Это касается панической атаки, это касается агорафобии, это касается всего остального. То есть, первая типичная ошибка – это неверование в то, что то, что с вами происходит вегетативно, то, что с вами происходит эпизодически, что это всего лишь навсего испуг, и он безопасен. Пока вы не справитесь с этим этапом, никакая когнитивно-поведенческая терапия будет неэффективна, потому что вы будете говорить «ага», а потом через 5 минут «а я все-таки не умру от этого», потом вы будете говорить «ага», а я все-таки вот от этого не умру. Это сплошь и рядом. То есть, ты объясняешь человеку, ты снимаешь видеоролики, ты показываешь, он говорит «ага», а кстати, Алексей, а вот от этого я точно не умру? И вот здесь вы не слышите своего консультанта. Вы уперлись рогом в то, что с вами может что-то произойти. И вот это первая фундаментальная проблема, которая не дает вам добиться результата. Вторая проблема, насколько я ее вижу, это то, что наши клиенты не всегда на первых этапах образования когнитивно-поведенческой психотерапии видят прямую связь между мышлением и вегетативными реакциями. Я поясню. Многие считают, что они выходят на улицу или они выходят в публичное место, например, в торговый центр, и у них вдруг, откуда ни возьмись, появляется вегетативное напряжение, которое способно их убить. На самом деле, я хочу еще раз и еще раз вам пояснить, что ваш организм не имеет возможности видеть, где вы находитесь. Или в торговом вы центре, или вы в самолете, или вы дома находитесь, или вы в моем кабинете. Организм этого не видит. Поэтому тезис о том, что именно в торговых центрах вам становится плохо, тезис о том, что именно на улице вам становится плохо, абсолютно нелогичен, ненаучен и необоснован. На самом деле происходит то, что вы интерпретируете самолет, вы интерпретируете торговый центр, вы интерпретируете какое-то удаление от дома, как опасное и угрожающее, опираясь на кипу ваших псевдоаргументов, почему это может быть опасно. И вот основная стратегическая задача – это увидеть ту кипу аргументов, на какой основе вы считаете самолет угрожающим. На какой основе вы считаете, в торговом центре есть проблема, или удаление от дома есть проблема. Именно работать надо с этими псевдо, повторюсь, псевдоаргументами, а не верить в то, что просто вы ушли далеко и просто вас накрыло. Вернемся к этому торговому центру. Клиенты в основном говорят так – я в торговом центре, мне становится плохо, вегетативно меня кроет. Правда на самом деле заключается не в этом. Правда заключается в том, что ты пошел в торговый центр и начал как-то думать о том, что может быть, о том, как это увидят, как люди будут на тебя смотреть, о том, как это будет выглядеть, о том, только бы не случилось, только бы не накрыло, только бы я не испугался, потому что это будет выглядеть ужасно, это будет выглядеть смешно, а вдруг кто-то увидит, а если мне станет плохо, мне никто не поможет, а я же далеко. Вот оно. Именно вот эти мыслительные аргументы и пугают вас. А вовсе не торговый центр и вовсе не передвижение и не дистанция, потому что ваш организм не видит, где вы находитесь. Это ваше постоянное обдумывание ситуации и видение в ней угрозы. И вот здесь надо преломить всю необходимую методологическую информацию когнитиноповеденческой терапии, чтобы работать с этими псевдоаргументами, именно с ними, а не просто верить, что там-то и там-то вас вдруг откуда-то для не возьмись накроет. Не бывает никаких приступов паники, не бывает никаких вегетативных кризов, просто так. Это всегда последствия эмоционального какого-то своего состояния, а именно вашего испуга. Еще одним типичным, скажем так, одной типичной проблемой является то, что клиенты говорят, я все поняла, у меня нет панических атак, у меня нет агорофобии, я передвигаюсь. Но на самом деле зачастую клиенты просто выстраивают некий такой ореол спокойного передвижения, но дальше, например, какого-то места не передвигаются. Они как бы выстроили некую зону комфорта, где они якобы не умрут, но по-прежнему не ездят в лифтах. Они говорят, я верю, что я в лифте не умру, но я в нем не езжу. Я верю, что ничего со мной не произойдет, например, в соседнем городе, если я поеду один, но я не поеду. И вот этот обман самого себя, что вы как бы верите, но все равно не едете, это еще один камень в разрушении вашей терапии. Потому что когда в жизни случатся ситуации, где вам необходимо будет поехать, что-то произойдет, и вам необходимо будет с этим столкнуться, вы можете поднять тревожное состояние. И испугаетесь, если вы этого не доработали. Поэтому еще одна ошибка является отсутствие полной проработки тех мест, в которых у вас что-то было, или наоборот, даже потратить нужно время, чтобы поехать одному туда, полететь одному туда. Вот я буду скоро представлять программу по работе с аэрофобией, я это вам покажу. Именно потратить время на доказательство самому себе, что я могу один туда, я могу один туда, я могу один туда, до тех пор, пока вам не станет скучно одному в этих местах, вот тогда вы можете говорить о том, что вы больше действительно не боитесь. Но сделать это надо исключительно ножками, а не просто сидя дома на диване со словами, да нет, я понимаю, что все хорошо. Нет, организм так не работает. Когнитивно-поведенческое. То есть вы должны доказать самому себе, что вот я уехал один за город, стою в лесу, ау, где паническая атака, я один, у меня нет транквилизаторов, у меня нет телефона, вот. И мне уже скучно тут, я понимаю, что я могу сюда приехать в любой день недели, один, не один и так далее, и я не боюсь этого. Вот когда вы докажете себе это, вот тогда мы можем говорить о терапевтических результатах. Поэтому очень важно понимать, что вот эти ошибки, я сейчас буду говорить именно уже об ошибках ведения дневников, но вот новичкам то, что я сейчас говорил, это очень важно понять. И если вам нужно детализированно проработать все ошибки, 5-6 декабря мы будем два дня работать над ошибками. От самых простых до ведения когнитивной терапии. Досмотрите этот ролик до конца. Теперь переходим к типичным ошибкам, именно уже тех ребят, которые справились с паническими атаками, справились с агорафобией, они понимают, что никакие приступы а-ля их не убьют, и этих пиков нету, они передвигаются, и все хорошо. Они ведут таблицы когнитинопоеденческие, они понимают, что такое рациональная мотивная терапия, но все равно их напряжение может оставаться на каком-то локализованном уровне, и они достигают результата там 30-40%, но хотелось бы 80%. Так в чем здесь бывают типичные ошибки? Давайте с этого и начнем. Первая ошибка таких уже продвинутых клиентов заключается в том, что они считают, что выписывать надо только те ситуации, и прорабатывать дневнике нужно только те ситуации, которые являются очень яркими. Когда у вас кто-то очень сильно взбесил, или когда у вас очень сильно произошла какая-то эмоциональная обреакция, вовсе нет. Надо понимать, что вы должны увидеть инструментарий, механики, как вы образуете любую эмоцию, любую обиду, любое раздражение, любой гнев. Это очень важно для вашего научения, поэтому хвататься надо не за острые ситуации, а хвататься надо за повседневные ситуации. Посмотрели что-то в телевизоре и разозлились. Мама, папа что-то сказали и разозлились. Дети что-то сделали. Кто-то сделал что-то и сказал на работе. Или вы где-то застеснялись что-то спросить. Или вы где-то застеснялись что-то сделать. То есть вот такие, я это называю ботва, такая торчащая, да, вот такая ботва эмоциональная должна всегда быть вами разобрана а почему я сейчас себя тревожу а как я сейчас вот почему я сейчас боюсь например постучаться в кабинет начальника там что-то спросить то есть любые ситуации не очень острый а вот те эмоциональные ситуации в быту тоже должны быть разобраны ваших дневниках это же должны быть разобраны по структуре автоматических мыслей и по структуре рационального ответа они просто искать ситуации очень острого что многие готовы не было ничего на этой неделе нечего было разбирать алексей вы подумайте да не бывает такого поверьте не бывает дня чтобы не было тех ситуаций которые можно было бы разобрать с точки зрения нашей методологии не потому что вы должны всю жизнь теперь хотите разбирать все эти ситуации вовсе нет вы очень скоро прекратите это делать а это нужно сделать для того чтобы ваш мозг увидел вот этот вот алгоритм как вы работ как вы создаете эмоциональный процесс с помощью мышления а не потому что это избавит вас от неврозов это научение вас инструментарию видеть вот эту цепочку а не потому что именно в этой ситуации вас невроз нет вы должны научиться самому самой механики образования эмоций как вы поднимаете градус вот это понятно окей еще одна типичная проблема уже продвинутых людей это немножечко скупость на автоматические мысли то есть люди достаточно либо не поняли либо не знают либо недопоняли что у нас автоматических мыслей как минимум они классифицируются как минимум на 7 элементов должествование оценочное суждение катастрофизация перфекционизм чтение мыслей об общении не вносимо дискомфорта из этих семи элементов вы интерпретируете ситуацию и если вы будете просто писать он не должен был так поступать или например я не должен был ошибаться это мало вы должны увидеть ситуации как можно больше автоматических мыслей как можно больше тех мыслей мыслительных процессов и оценочных суждений которые привели вас к этой эмоции я не должен потому что и он подумает а это будет это так то а если будет так то то это будет так то то есть там целая цепочка из чтение мыслей за оценочных суждений из катастрофизации преувеличения и так далее ну основа на долженствование конечно же да поэтому вот эта скупость автоматических поисков автоматических мыслей очень часто вы не придаете значимости более широкому что ли до поиску автоматических мыслей это очень важно то что отсюда вытекает следующая ошибка если вы сухо скажем так будете выделять те автоматические интерпретации и ту те оценочные суждения вы также сухо будете давать новое рациональное рассуждение вы скажете было бы лучше если пункт так не делал но это не означает что я плохая или было бы лучше если бы мой муж не бухал и не не стал значит на кровать но он имеет на это право потом вы сеть скажешь что за бред такой потому что отсюда вытекает следующая проблема вы не верите в то что вы пишете это частое явление только проблема в том что вы используете термин не верю и вы здесь давайте кое-что поясним когнитинопудистической терапии это не терапия аффирмаций это не терапия переубеждение себя что типа вам надо сказать правильные слова и вы должны в это поверить чё за чушь вовсе нет ребята я вас учу не переубеждать себя я вас учу рассуждать над ситуацией поэтому когда вы увидите все автоматические мысли в ситуации и начнете не переубеждать а рассуждать а действительно ли а на основании каких фактов а давай подумаем так а давай подумаем так а с чего я взяла а если будет так как я буду действовать а если будет так а давай посмотрим так помните то есть это целая широкая палитра рассуждения это называется в технологии новый рациональный ответ не думайте о том что это правильное мышление не думайте о том что это позитивное мышление это ни хрена не правильная это ни хрена не позитивная когда у вас умирает родственник как можно представить это позитивное мышление было бы лучше если по мой близкий не умирал но я понимаю что это может быть нет мы проживаем горе мы проживаем потерю там нет ни хрена рациональ там нет ни хрена позитивности там есть много эмоций но они будут иметь другой оттенок они будут иметь оттенок разочарования сожаления печали грусти да но с видением того к чему вы хотите прийти и видением того как как вы к этому относитесь то есть эта философия о том что все люди умирают и о том почему это может быть и о том как я буду действовать и о том что будет то-то и о том с чего я взяла на и по этому поводу то есть это рассуждение и вот технология рационального ответа в которой вы часто не верите не верить его потому что вам не хватает внимание аргументов на основании которых вы рассуждаете о ситуации вы просто упираетесь нет он не должен так себя вести и все а надо уметь рассуждать поэтому когнитивная терапия учит людей рассуждать над ситуацией учит людей смотреть и крутить ситуацию с разных сторон а не просто посмотреть мой тренинг со словами да прикольный парень интересно даже смешно иногда поэтому отсюда вытекает следующая ошибка вы воспринимаете например на мой тренинг или вы воспринимаете когнитивной терапии как просто некую аффирмационную перестановку автоматических мыслей подумайте ну чё-то как-то я все равно эмоционирую нет это обучение рассуждать вот что вы должны понять рассуждать над вашими автоматическими мыслями которые приводят вас к ситуации давать себе по башке со словами на основании чего я так решила вообще с чего я взяла что надо мной смеются если я зашла в комнату в которой кто-то посмеялся да не могли посмеяться над чем угодно а даже если и посмеялись надо мной настолько ли это ужасно и вот тут начинаются все размышления конечно словарный запас тут тоже очень важен да и очень важно тренировать свой словарный запас тренировать вот этот оборот рационального рассуждения потому что кто был на моих тренингах я вот начитываю ребятам буквально со стороны чтобы они слышали как это видно да и это всегда очень полно широко и вы увидите фрагменты наших занятий и вы увидите как это выглядит поэтому вы не переубеждаете себя а вы рассуждаете если вы не хотите рассуждать над ситуацией если вы не хотите ее рассматривать более объективно и конструктивно тогда зачем вы занимаетесь когнитивной терапии еще одним типичной еще одной типичной проблемы является лень это типичная история под названием алексей юрьевич караул помогите умираю умираю жить не могу начинаешь заниматься с человеком он даже платит тебе денег он приходит на занятие покупает вип-пакет тренинга а потом ты говоришь здравствуйте ну давайте посмотрим ситуации которые вы расписали на этой неделе но на этой неделе я ничего не расписывала вопрос почему ну вы знаете я была занята там у меня были дела там да там возникает вопрос о чем тогда говорить да если вы рассматриваете когнитивно паническую терапию как некую лекцию о том что вам должно стать лучше о том что это не опасно но это не ко мне ребята выбирайте что-нибудь другое я учу вас рассуждать если мы говорим о внутренних конфликтах и когнитивной терапии то внутренние конфликты разрешимы только тогда когда вы размышляете над ситуации конфликта который вы осознали в терапии он сам по себе будет разрешен когда вы размышляете внутри себя они со мной разговариваете то есть нашим с вами диалоги его внутренний конфликт не разрешите. Вы разрешите внутренний конфликт тогда, когда вы сможете понять рациональную технологию философии. Потом пойдете куда-нибудь в лес или на балкон и сядете так и подумаете, блин, а вы действительно ведь, правда же, а это действительно вот так. И вы вдруг поймете, что нет внутреннего напряжения. Поэтому учимся мы с вами рассуждать, размышлять, анализировать, взвешивать факты, смотреть в самое худшее, смотреть в то, что может случиться самого худшего и так далее. Это понятно? Прекрасно. Много на самом деле существует ошибок. И касаемо лени прописывать, и касаемо диспута, и касаемо того, что вы не видите автоматических мыслей, и касаемо того, что вы не продаете значимости. Вот я хочу поработать над этими всеми ошибками два дня с теми ребятами, которые прошли первый, второй, третий, четвертый сезон. 5-6 августа по 3 часа с 12 до 3 мы будем с вами прорабатывать все типичные ошибки введения таблиц. Мы будем прорабатывать все то, что не дает вам, как вы говорите, поверить. И я хочу вам показать, что надо не верить, а надо рассуждать. Это касается и принятия решений, это касается и противоречий, это касается просто эмоций, где кто-то что-то делает и вас несет автоматически. Я хочу вам показать те ошибки, которые чаще всего вы допускаете, и у вас не получается справиться с этими эмоциональными обреакциями. Где-то лень, где-то эго, где-то не хватает аргументов и фактов, где-то не хватает доводов. 5-6 августа с 12 до 3 будет двухдневный большой семинар онлайн и мастер-класс по усовершенствованию практики когнитинопленической терапии только для тех, кто прошел первый, второй, третий, четвертый сезон. Поэтому, ребята, те, кого мы называем свои, приходите, пожалуйста, на этот практикум двухдневный. Я уверен, что за эти два дня вы сможете доработать то, что вы хотели доработать на ваших тренингах, в вашей терапии. Я знаю, что вы многого достигли, я знаю, что уровень вашего напряжения стих. Но если у вас есть напряжение, которое продолжает, с которым вы не можете диспутировать, или вам не хватает мотивации в ведении таблицы, или вам не хватает каких-то методологических технологий, чтобы вы правильно прописывали и рассуждали, 5-6 декабря приходите, я онлайн вам все расскажу, поясню. Эти два дня мы проведем в плотной работе. Ну, конечно, они будут с копиями, поэтому вы можете потом пересматривать эти копии обязательно. Эти копии будут доступны в течение месяца после нашего тренинга, поэтому, пожалуйста, приходите. Я уверен, что я помогу вам тем, что вам будет нужно. Плюс к этому тренингу я подарю вам те последние вебинары, которые прошли не так давно. Это эго, это личные границы. Ну, там на сайте посмотрите. Поэтому я хочу вам сказать, что не нужно считать когнитивно-плиническую терапию убеждающей. Надо назвать ее рассуждающей, рациональной. Ну, а для новичков, для тех, кто смотрел самое начало видео, пока вы не повернете, да и, кстати говоря, не только для новичков. Бывает, знаете, как человек ведет когнитивную терапию, добился хороших результатов, а все напряжение есть. Знаете почему? Потому что он все-таки какой-то частью мозга верит, что с ним может что-то произойти негативное от вегетативного или от эмоциональной абрекции. Вот пока вы избушку на курьих ножках не повернете лесом передом, то бишь к реальности, не повернете носом к вашему отношению с мужем, с женой, с детьми, с их отсутствием, с финансами, с работой, с кем я хочу быть, с подавляющей матерью, с тем, что вы не можете быть самостоятельным, с тем, что вы не можете принимать решения, с тем, что вы не знаете, кем вы хотите быть. Вот туда надо носом поворачиваться. И здесь я учу вас рассуждать по этим поводам, а не по поводам умру ли я от встречного ветра, а вот у меня чешется левая пятка, это ВСД. Пока вы зафиксированы именно на вот этих симптоматических тревогах, никакая когнитивная терапия не будет для вас эффективна. Поэтому чем быстрее вы окунетесь лесом к реальным обстоятельствам и начнете над ними рассуждать с нашей помощью, тем быстрее вы справитесь с базовым напряжением. Потому что даже если вы еще год проходите со словами у меня ВСД и будете бегать по врачам, вы все через год придете на эти занятия, вы все через год повернетесь лицом в отношениях с вашим мужем, вы все равно через год повернетесь в отношениях с вашей учебой, с вашей профессией, вы все через год повернетесь лицом к правде, черт побери, где вам придется рассуждать и принимать решения. Вопрос просто в том, это вы сделаете через год или вы это сделаете уже этим летом. Выбор за вами. Увидимся на занятиях. Счастливо.